Вопросом, кто настоящий отец принца Гарри, британцы задавались еще при жизни Дианы Спенсер. И до сих пор живы сомнения в его истинно благородном происхождении. Давайте разбираться. Все началось со скандального интервью Леди Ди, в котором она призналась в романе с офицером британской армии и инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Любители конспирологических теорий тут же связали рыжие волосы маленького принца с таким же цветом волос любовника Дианы. Версия, что Джеймс – настоящий отец Гарри, невероятно живуча. Их фотографии постоянно сравнивают в поисках внешнего сходства, хотя реальных подтверждений кровного родства нет. Хьюитт неоднократно отрицал возможность отцовства, так как даже не знал Диану на момент рождения ее младшего сына. Биографы королевской семьи тоже уверены, что внебрачная связь принцессы со своим инструктором началась в 1986 году, когда Гарри был уже два года. Правда, Хьюитт какое-то время все же заменял рыжеволосому принцу и его старшему брату Уильяму отца. Он много времени проводил вместе с детьми Дианы, читал им сказки перед сном и устраивал бои подушками. Но биологическое родство все же крайне маловероятно. Ходили также слухи, что в 2003 году один британский таблоид раздобыл прядь волос младшего сына Уэльских и провел ДНК-тестирование, которое показало, что Гарри и Джеймс не находятся в родстве. Еще одним потенциальным отцом принца называют телохранителя Дианы Барри Манакки. Здесь дело уже не во внешности, а в том, что именно Барри Леди Ди называла любовью всей своей жизни. Только вот большая часть ее биографов считает, что эта любовь была исключительно платонической. Коллега Манакки, служивший в охране ее высочества, Кен Уорф, также заявлял, что слухи об отцовстве офицера – откровенные выдумки, очень злившие Диану. Третий кандидат на потенциальное отцовство – это Марк Дайер, офицер Уэльских гвардейцев. В его пользу рыжие волосы и дружба с Чарльзом и Дианой. Дайер сыграл важную роль в жизни Гарри после смерти его матери, став наставником и верным товарищем, практически заменив отца. Более того, по некоторым данным, именно Марк был первым человеком, с которым Гарри познакомил свою возлюбленную Меган Маркл. Офицер гвардии был приглашен на свадьбу Гарри и Меган, а герцог Сасекский, в свою очередь, крестил сына Марка. Слухи в СМИ были такими настойчивыми, что представителям Букингемского дворца пришлось давать опровержение со словами, что рыжий цвет, который объединяет двух мужчин, это еще не повод приписывать родство офицера и наследника королевской короны. Несмотря на неимение реальных доказательств, отсутствие младства объясняли холодные отношения принца Чарльза к Гарри. Поговаривают, что вторым ребенком будущий король хотел дочь. Поэтому Диана долгое время скрывала пол ребенка, чтобы не разочаровывать мужа. Но и рыжими волосами второго сына Чарльз, по слухам, тоже был недоволен. А когда Диана попыталась оправдаться тем, что мальчик всего лишь унаследовал черты внешности ее родственников, ответил, что ж, у меня хотя бы появился запасной наследник. Некоторые источники утверждают, что принц Уэльский до сих пор сомневается в родственных связях с сыном, и в разгар ссоры как-то заявил Гарри, что тот не его сын. Слова Дианы о ее родственниках – абсолютная правда. Аристократический род Спенсеров известен своими яркими рыжеволосыми представителями. Например, пятый граф Спенсер Джон Пойнс вошел в историю под прозвищем «Красный граф» из-за своей длинной рыжей бороды. Есть также портреты других Спенсеров, свидетельствующие о наличии многочисленных рыжеволосых предков в роду Леди Ди. Есть внешнее сходство Гарри и с родственниками по отцовской линии. Цвет глаз и рыжие волосы объединяют его с прабабушкой Марией Тэкской. Также можно найти совпадение во внешности Гарри с дедом, принцем Филиппом. На редком кадре, опубликованном еще в прошлом веке во французских СМИ, молодой муж Елизаветы II предстал с аккуратной рыжеватой бородой и усами и выглядит практически как его внук последние несколько лет. Впрочем, и с принцем Чарльзом у Гарри есть некое сходство. Общие черты лица, форма рта и манера говорить свидетельствуют, что между отцом и сыном больше общего, чем принято думать. А что вы думаете по этому поводу? А что вы думаете по этому поводу?